ну то есть вы покупали квартиру пока дом строился да он строился и никого сюда практически не пускали то есть вы не видели что будет сейчас когда это все увидела конечно очень расстроился получается вот этот подъезд над ним должен быть какой-то небольшой навес от дождя снега и сейчас этого нет да сейчас получается ты когда дождь даже не можешь нигде тут на площадке спрятаться обещали отделку у входной двери панелями с крючками звонком и номером по факту я получила при приемке дверь без всего с трещиной что застройщик по этому поводу говорит он собирается исправлять уже исправляет или просто прячется от вас просто прячется от нас ну а я направляюсь к юристу и будем разговаривать с ним что он посоветует как себя вести в такой ситуации и вообще как отстаивать свои права поэтому отправляемся у вы мой друг теперь нас только двое но тоже в нас я приехал в гости к своим очень хорошим знакомым юридическую компанию urals legal и сегодня мне будет отвечать на вопросы юрий подольский он расскажет вам дорогие зрители что можно сделать если вы вляпались такую историю и купили квартиру и не получили то что вам ожидал застройщик а второй он нам расскажет что делать чтобы не вляпаться в такую историю вопрос номер один допустим есть семья которая купила квартиру в строящемся доме они приобрели и вот дом сдался через какое-то время приходят они и видят что что-то не то двора как обещали нету деревьев кустов нету места общего пользования не те которые им обещали они не такие красивые там нет мебели не те отделочные материалы короче говоря они не получили то что им обещали в отделе продаж вопрос номер один что им в такой ситуации делать ну иван вопрос достаточно часто на самом деле на практике встречается у нас закон детально регламентирует требования к описанию квартиры главное до этого объекта который приобретает семья количество квадратных метров количество комнат планировки даже как приложение к договору всегда есть ну а вот качество количество деревьев беседок песочниц конечно же в договоре не описывается и это может стать проблемой ну и когда ожидания совсем не связаны с той реальностью как с которой столкнулась эта семья пожалуй максимальное что можно в этой ситуации сделать это попробовать через суд ну либо в претензионном порядке то есть порядке так скажем разговора с застройщиком попытаться повлиять на цену квартиры в меньшую сторону то есть уменьшить вернуть уже заплаченные деньги в той части в которой стоимость не соответствует реальности застройщик добровольно этого делать чаще всего не будет хотя есть застройщики до которых дорожат своей репутации которые еще хотят на этом рынке подольше поддержаться для которых важно вот это вот социальная составляющая но большинство конечно все-таки будут отправлять покупателей неудачливых суды пожалуй нужно определиться чего эта семья хочет если для нее настолько вот эти вот ожидания не были оправданы что им в принципе расхотелось здесь жить можно рассматривать способ отказа от договора но здесь сразу будут достаточно серьезные сложности с доказыванием того что это нарушение существенное потому что суд глядя в договор скажет вы получили там 60 квадратных метров две комнаты кухня не менее столь кита метров там двери есть окна есть что вам еще нужно это несущественно с точки зрения всей цены договора там 5 6 4 миллиона рублей вот а если говорить именно о том что ну тогда доплатите мне разницу потому что в соседнем доме который тоже вы построили там изначально этих беседок песочниц не предполагалось и вы продавали это на 10 тысяч рублей за квадратный метр дешевле верните мне эту разницу вот это как раз достаточно реальный способ мы пообщались с оценщиками сфере оценки недвижимости и они говорят что для них вот рассчитать эту разницу уже даже для готового жилья конкретно в екатеринбурге не составила бы труда потому что предложение очень много есть очень много объектов которые строятся в моменте и можно проследить в эту разницу в цене по классности жилья потому что она тоже зависит от благоустройства и поэтому в какие-то конкретные деньги которые можно будет обратно застройщика попросить превратить это с помощью юриста можно тогда у меня сейчас есть ряд несколько конкретных вопросов вопрос номер один я буду на примере потому что мы только что приехали буквально с обзора жилого комплекса который называется геометрия застройщик тем и у них претензии у всех заключается в следующем нам не сделали двор как обещали хотя делали на этом акцент нам не сделали места общего пользования как нам обещали в отделе продаж чего они хотят конкретно они хотят чтобы у них был двор который им обещали они хотят чтобы у них были мопы такие которые им обещали потому что в одном детская зона они могут туда ребенка сдать во втором значит мопе это коворкинг они могут спуститься и там поработать в третьем там зона встречи что-то еще они покупали ради этого они покупали потому что работают дома например и могут спуститься поработать вниз они покупали потому что у них маленький ребенок и он может поиграть в этой игровой комнате которую обещали который нет могут ли они на это рассчитывать и что им нужно делать как действовать по большому счету ты ведь правильно сказал это тоже определенные требования к качеству товара я хочу купить товар там из красного дерева а мне вместо него подсовывают там из сосны например да это качество которое я могу ощутить и понять эту разницу здесь тоже самое если я купил дом в котором должен быть коворкинг определенный двор а мне вместо этого дают пустыню это это нарушение договора и это не то качество на которое я рассчитываю заставить застройщика как один из способов устранения недостатков конечно же тоже можно по большому счету это та же самая параллель если бы я заехал в новую квартиру которую мне застройщик сдал а там разбитое стекло оконная рама я там согласно закону даже общим нормам гражданского кодекса либо специальному закону до долевом участие если мы о нем говорим я могу попросить и безвозмездного устранения недостатков в предусмотренных законом срок они так и делают и они обращаются к застройщику но застройщик не отвечает на их просьбы он просто их динамит он их кормит завтраками завтра завтра почему вы приходите все время сегодня я же вам говорю приходите завтра вот так происходит что им делать в суд идти да только в суд чтобы идти в суд они должны собраться коллегиально и и как это решение происходит или это один человек какой-то активный собственник так сказать ну все сейчас я пойду договорюсь там деньги юристом заплачу это же платить придется юристом каждый собственник объекта может обратиться в отношении своей квартиры сам к юристу в суд но есть еще такая очень интересная фича которая влияет на эффективность защиты прав такая как коллективные иски когда у нас нарушенное право связано с нарушением какого-то прав большого количества людей они могут все вместе объединиться во первых это привлекает повышенное внимание со стороны сми со стороны тех же самых органов правосудия то есть суды более внимательно к этому относятся ну и это позволяет на самом деле все вопросы к одному застройщику они типовые ведь будут решить общем за один раз грубо говоря просто вот если один обратился ну или пять человек и проиграли то для всех тоже будут негативные последствия потому что уже будет понятно что по этому же самому основанию ты уже застройщика не заставишь раз он один раз суде выиграл поэтому чем больше тем лучше потому что в они все вместе смогут собрать больше доказательств у суда сформируется мнение что действительно много людей обманули по большому счету целый дом да то есть что это не просто завышенное ожидание какого-то конкретного покупателя что у всех сформировалось такое мнение что нас тут значит объегорили по большому счету тогда правильные действия такие им нужно собраться компании всем вместе определить что их не устраивает а конкретно вместо двора пустыня вместо красивых мопов голые стены и с этой претензии прийти выбрать какую-то компанию юридическую прийти обозначить проблему и сказать мы хотим чтобы застройщик нам все это сделал пожалуйста вот вам дело давайте идите вопрос второй окей вот если застройщик все-таки каким-то образом отказывается это делать или делает ненадлежащим образом или еще что-то второй вариант это получить с него разницу в деньгах то есть продавал квартиру он за 100 тысяч рублей грубо говоря со всеми красотами да а оценщики оценивают это на 80 тысяч рублей за квадратный метр квартиры то есть разница 20000 за метр квадратный каждый покупатель квартиры может рассчитывать вот на эти как как это правильно назвать на эту компенсацию которую застройщик обязан будет выплатить если конечно проиграет суд так да все верно только здесь будет определенная конкуренция если один собственник пойдет и через суд заставит построить того что не было а второй попросит ему возместить разницу к моменту когда второму будут замещать разницу уже будут построены там все что нужно ему компенсацию эту не взыщут но в любом случае нужно кооперироваться это более эффективно сейчас есть всегда эти общие домовые чаты собственники еще на стадии строительства объединяются делают эти группы в телеграме в ватсапе общаются очень хорошо если какой-то пример положительный в пользу вот этих вот ну я не буду говорить обманутых дольщиков это неправильно как правильно выразиться то есть вот вот этих людей у которых были обмануты ожидания дом сдан квартиры есть они в них живут тепло есть свет горит все нормально с точки зрения того что вот у них есть коробочка в которой они могут жить двери открываются окна стоят но нет того чего они ждали в отношении возмещения разницы примеров очень много то есть это самый простой способ просто взыскать деньги может здесь чем еще столкнемся даже если мы получим решение в котором написано там именем российской федерации застройщик должен построить а бвгд привести состояние соответствующие договору это ведь еще не значит что мы добились реального исполнения очень просто исполнить решение о взыскании денег если они у застройщика есть передали исполнительный лист приставам или в банке получили деньги на расчетный счет а вот как судебный пристав будет ходить стоять над душой заставлять строить именно в таких параметрах в таком виде ну то есть эта проблема общая исполнение неимущественных требований потому что всегда найдутся недовольны поэтому иногда проще взыскать деньги и за свой счет скинувшись например просто построить это за там договорившись подрядной организации многие делают так просто собирают деньги строят эту площадку потом перри выставляют эти расходы застройщику это те самые убытки которые собственники понесли с точки зрения механизма это будет точно быстрее и проще но придется вложиться уже здесь и сейчас потому что сумму надо будет показать мы потратились вот столько нам застройщик теперь должен я правильно понимаю что жители могут собраться посчитать сколько будет стоить озеленить двор скинуться ну допустим это будет стоить там два миллиона рублей они каждый скидывается строят все это дело и потом вот с этими тратами документами чеками приходят в суд и говорят вот смотрите мы скинулись за свои деньги построили это то что не сделал застройщик возместите нам пожалуйста эти деньги плюс наше время потрачено нужно верно тоже стоит денег или или это или это нереально уже я какие-то вещи говорю плюс инфляция которая там сожрет эти деньги как вот это выглядит как происходит людям просто хочется жить в том месте где они хотят жить им понравилась локация там дом внешне как-то понравилось но вот внутрянка как-то подкачала это способ возмещения убытков все о нем наверняка слышали что такое убытки те расходы которые я понес чтобы сделать так как мне обещали здесь первый проблемный момент а так ли мне обещали и как я это буду доказывать что именно вот эту картинку мне показывали именно так на сайте выглядели мопы именно такие параметры были у мест в этом каворкинге и прочее это первая проблема вторая проблема показать что мы именно потратив эти деньги привели именно в то состояние которому нам обещали потому что ну вот то о чем ты говоришь затраты по времени инфляция то есть это компенсируется еще и там засканием процентов на эту сумму то есть вот мы 2 миллиона сейчас потратили но вы нам их возместите через год когда у нас пройдут все суды в лучшем случае до примерно это средний срок здесь проценты конечно же начислятся еще какой-то моральный вред потому что когда физические лица граждане с этим сталкиваются они испытывают страдания по этому поводу нравственные да это такая формулировка из закона но переживают все мягко говоря но доказывать придется и потратиться уже сейчас потому что суд нужно будет показать что мы эти расходы понесли тоже придется наверное теоретически можно даже попробовать это сделать и без каких-то конкретных затрат например просто заключить договор с подрядной организации которая скажет вот такой проект вот мы вам сделали это будет стоить 2 миллиона рублей и суд уже будет оценивать уже ли эти убытки ну фактически готовы к несению то есть не заставлять граждан просто заплатить и потом ждать денег да это может оказаться не совсем правильно потому что надо оценивать платежеспособность застройщика если мы понимаем что мы что он в банкротстве уже сейчас слава богу он нам хотя бы квартиры отдал то когда мы будем договариваться понести эти расходы надо будет быть готовым к дефолту то есть это еще одна проблема которая правом здесь все равно не решится потому что получите решение и исполнить его это две большие разницы как говорят в одессе я вот сейчас послушал у меня прямо как какой-то такой полный какая-то безысходность нарис вырисовывается я купил квартиру в каком-то доме в котором не обещали красоту этой красоты нет и сейчас то что я тебя слышу все это реально но хрен его знает будет или нет от дефолта не застрахован никто если застройщик упадет в банкротство хоть сколько ты с него денег взыщил он тебе их просто не заплатит и потом это очень долгая история там субсидиарная ответственность уголовные дела и прочее это ведь тоже все есть это все нужно на стадии заключения договора оценивать наверное все таки вот тогда переходим к следующему вопросу я решил купить квартиру строящимся доме как мне подстраховаться чтобы не вляпаться в такую ситуацию давай так мы же сейчас иван не говорим в целом о тех рисках того что застройщик в целом доведет строительство до конца что он не пропадет с этого рынка что его владельцы не уедут куда-то на кипр да я сейчас имею ввиду что дом будет достроен квартира запустится в ней можно будет жить но есть риск того что вместо двора будет пустыня вместо красивых подъездов будет не штукатуренные стены либо какими-то не теми материалами это будет сделано которыми хвастались и ради которых я купил этот дом может быть в проекте был красивый итальянский керамогранит а мне постелили на пол бетон крашеный все линолеум дешевый вот я о чем говорю и я покупаю я покупаю эту квартиру ради этих красивых картинок ради вот этой обертки я хочу гулять в этом красивом дворе я хочу проходить через этот красивый холл я хочу отдавать там ребенка вот в этот детский уголок а по факту этого не получаю как не избежать на стадии покупки такой ситуации ну конечно самое главное пожелание это фиксировать все ожидания в договоре потому что только так можно согласовать и подтвердить что вы рассчитывали именно на такой вид идеально если те картинки и перечень тех материалов которые вы согласовали которые должны быть чтобы они были прямо приложением в договор к сожалению у нас ситуация на рынке строительство жилых домов такова что у нас спрос выше чем предложение поэтому какие-то застройщики могут себе позволить не согласовывать с проблемным клиентом какие-то его вот эти вот пожелания по содержанию договора потому что там будет закреплено а просто с ним так скажем закончить переговоры просто продать то же самое другому кто не будет настолько придирчиво относиться к формулировкам но тем не менее только так можно подстраховаться с большой долей вероятностью успеха в будущем если не получается это прямо вставить в договор чтобы это было скреплено все подписями то максимально фиксировать обещание застройщика конечно же это сбор буклетов вот этих вот бумажных которые раздаются это фиксация скриншот из сайтов потому что сейчас все это можно технически сделать здесь одна рекомендация сразу же все это делать у нотариуса у них есть такая эта процедура она недорогая сейчас фиксация вот этой странице в интернете потому что это позволит избежать споров на будущее суды только такие документы должны принимать запись аудио разговоров то есть тогда когда сотрудник отдела продаж застройщика представляется такой-то какой-то и фиксировать вот те самые обещания ответы на конкретные вопросы у меня будет керамогранит итальянский такой-то фирмы да будет или там песочниц не менее 5 как у вас написано в буклете да именно так у нас и будет 7 ну и чем еще можно зафиксировать ну какой-то перепиской кстати говоря официальной то есть вы можете что-то уточнять по договору писать человеку в электронную почту или в в мессенджеры какие-то он будет на эти вопросы отвечать это будет приходить с официальных аккаунтов почтовых серверов этой компании и это будет подтверждать принадлежность того что эти обещания дает уполномоченное лицо там сотрудник отдела продаж который там официально трудоустроен ну или даже неофициально трудоустроен но я знаю верю что он именно оттуда поэтому вот два способа первое все-таки тащить все это в договор уговаривать застройщика там говорить давайте мы это все вставим вы ведь нас не обманете давайте просто зафиксируем договоре давайте приложение может подпишем вот эти картинки красивые которые в нам здесь показываете поставьте на них свою печать давайте сделаем это приложение мы договору ну а второе это фиксировать всеми возможным способом ну тогда если подытожить если застройщик не захочет вносить изменения в договор а скорее всего он не захочет этого делать есть стандартные мы не можем ничего вносить вот у нас такие правила траляля вот это мы все все слышим то не стоит отчаиваться нужно брать сайт застройщика буклеты все это брать идти к нотариусу фиксировать на момент сделки так да то есть получается что если вдруг случится какая-то неприятность я не говорю что она случится но вдруг если она случится то мы со всеми этими документами смело идем к юристу и уже с чистой совестью и собранными документами отсуживаем там деньги или заставляем застройщика сделать так как он должен сделать правильно да все верно и я думаю что если у вас претензия к застройщику будет сразу же с приложения всех этих документов и он сможет оценить перспективу судебного спора гораздо большая вероятность что он удовлетворит в досудебном порядке ваши требования одно дело просто бумажка в которой написано вы нам тут обещали там пять лет назад здесь у нас керамогранит другой фирмы и все . ну скорее всего отфутболят потому что есть же определенный принцип 100 человек обратятся мы их всех отфутболим из них 10 пойдут в суд и из этих 10 только 8 выиграют все то есть мы уже сэкономили если будет претензия с развернутой аргументации с доказательствами то они тоже ведь прекрасно оценивают риски судебных споров у них тоже есть юристы которые над этим работают и они своему руководству скажут мы тут как бы проиграем а закон о защите прав потребителя все эти неустойки моральный вред достаточно сильно это может ударить и по финансовой стороне и по репутационной поэтому есть шансы что все это будет и в досудебном порядке ну что давайте подытожим во первых если с вами случилась такая ситуация то рекомендация которая мы сегодня услышали следующее собирайтесь всем домом договаривайтесь и обращайтесь к юристам которые будут заниматься вашим делом это первое постарайтесь собрать все обещания застройщика все буклеты сайты что он там ранее показывал и судитесь то есть не надо и ждать не надо верить на слово если вас кормят завтраками ничего по факту не делает само по себе ничего не сделается второе чтобы не вляпаться в такую ситуацию считайте договор вносите туда пункты которые гласят что да вы помимо квартиры получаете еще вот такой двор вот такие мопы и прочее 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 скорее всего вам откажут но отчаиваться не стоит мы все это фиксируем нотариально буклеты все что в сайте мы увидели и все это аккуратненько храним вместе с договором если вдруг случится что застройщик отказывается делать красиво как обещал то идем суд все правильно да вот так вот друзья но вообще чтобы не вляпываться стройте дома частные это же гораздо лучше со своей территории птички поют деревья растут вы рассчитываете на свои силы делаете тот керамогранит который вам нужен в общем такая красота друзья если мы не ответили на какие-то интересующие ваши вопросы пишите в комментарии для этого они и созданы ну а если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока